Алматинские власти объявили войну водителям мопедов. Уже со следующей недели их транспорт вполне может оказаться на штрафстоянке. Всерьез взяться за лихачей поручил Бахатжан Сагентаев. Причиной стали многочисленные нарушения на дорогах. Глава города уверяет, владельцы скутеров будто забыли правила движения. Без шлемов и регистрации они свободно ездят даже по тротуарам. Впрочем, сами владельцы мопедов с таким мнением не согласны. Куда все катится, выясняла Ксения Поленица. Без средств защиты и на высокой скорости алматинские курьеры на мопедах часто не соблюдают правила. Так думают простые горожане. И такое же мнение озвучил Аким. Бахатжан Сагентаев считает, водители без шлемов, спецформы и документов пора наказывать. Шлем не одевают, не зарегистрирован этот мопед, съели скутеры. Но есть там жесткие правила дорожного движения. Уже есть скутеры, которые скоростные, за 100 километров в час ходят. Они, опять же, не зарегистрированы. Там водители без прав ездят, никаких правил не соблюдают. Сагентаев уверяет, из-за недобросовестных мопедистов в городе растет количество ДТП. С последних месяц назад доставщик еды сбил коляску с ребенком. Малыша в итоге доставили в больницу, а курьер скрылся. А это еще одно ЧП на дороге и тоже с участием скутера. Водитель буквально выскочил на красный и тут же уходил под колеса легковушки. Пассажир без шлема скончался в больнице. И такие случаи не редкость. Но наказать виновных чаще всего практически невозможно, говорят эксперты. Все эти мопеды на сегодняшний день практически никак не контролируют. Любой, у кого есть возможность его купить, все купил, сел, знает он правила дорожного движения, не знает правила дорожного движения, умеет ездить, не умеет, соблюдает эти самые правила, не соблюдает. Это, к сожалению, никто не контролирует. На сегодня в стране учитывают только тех, кто владеет мопедом с объемом двигателя больше 50 кубов. Такие водители должны получать регистрацию и госномер, а также иметь права. Но оформляют документы единицы. Эксперты поясняют, догонять двухколесный транспорт даже на тротуаре никто не будет. А значит, и штраф не выпишут. Определить визуально крайне сложно. Здесь, может быть, только обязать владельцев таких мопедов просто возить с собой. У меня, я помню, специально возил технический какой-то документ, когда я покупал в Китае, и там был технический документ, в котором был указан объем двигателя. Контролировать вроде бы должны полицейские, но занимаются этим почему-то спустя рукава. Если нарушителя поймают, его транспорт вполне могут отправить на штрафстоянку. Сейчас здесь находится около 100 мопедов и мотоциклов. У нас здесь находится 98 мопедов. Большинство их, они сюда поступили, большинство их с ДТП. Их сейчас сезон начался. Все выехали на зиму, они попадают. Вот с весны до осени привозят их. В день два мопеда, три мопеда поступают. Будут они стоять здесь до тех времен, пока мы сейчас не придут хозяева за ними. Должны принести нам подтверждающие бумаги с ГАИ. На штрафстоянку ни разу не попадал Сакенжу Субеков. Мопедист со стажем уже больше двух лет не расстается со своим двухколесным другом. Уверяют, он прост в использовании и не требует больших затрат. Правда, в последнее время от колес все же пришлось отказаться. Поясняют, в городском потоке малолитражную машину всерьез не воспринимают. Да и перспективы со штрафом Сакена не радуют. Двое-трое нарушают, получается, а 200-300 или 2000-3000 страдают. Вести более профилактические работы. Это будет более полезнее. Допустим, чем приятнее человеку, чем когда на тебя давят, штрафуют. Потому что 200-300 человек, допустим, образно, не нарушали. Но сейчас у них будут забирать, допустим, средства передвижения, если у них что-то не в порядке. Наказывать просто необходимо, считают чиновники. Нормы коснутся владельцев мопеда без шлема, документов и спецформы. Жесткий контроль начнется уже со следующей недели. Ксения Пыльница, Мурат Шеносилов, КТК, Алматы.